Всем привет! Вы смотрите Огненное ТВ. В прошлом видео я пытался сделать отливку из хрома и добился, так сказать, переменного успеха. Отливка, мягко говоря, не получилась, но зато у меня получилось достаточно большое количество практически чистого хрома. Практически чистого в химическом смысле этого слова. Ну, а в практическом смысле он был очень сильно засорен разными шлаками. В общем, выглядел не очень красиво. Короче, сегодня я буду пытаться продолжать эксперименты с переплавкой хрома, но основные проблемы в этом деле заключаются в том, что хром, во-первых, плавится при температуре почти в 2000 градусов, а еще он просто-напросто сгорает на воздухе при такой температуре. Короче, мало того, что нужно создать высокую температуру, так еще и нужно создать инертную среду. В общем, этим я сегодня и буду заниматься, и надеюсь, у меня все-таки получится что-то более-менее приличное. Ну и вот, собственно, те самые куски хрома, но они больше похожи на куски шлака, и только на месте излома хорошо виден металлический блеск. Было бы хорошо сплавить их вместе и получить один большой кусок. Считается, что это самый твердый металл на земле, и когда я получу нормальный ровный слиток хрома, мы с вами сможем проверить, насколько на самом деле окажется твердым этот хром, и тверже ли он, чем современная сталь. Чтобы это сделать, мне потребуется соорудить защитный бокс, заполненный инертным газом, внутри которого я смогу переплавить все куски хрома в один большой кусок. Корпус будет собран из листов ОСБ. При сборке я тщательно проклеиваю стыки всех деталей, чтобы не было сквозняка. Заполнять бокс буду аргоном, это тяжелый газ, который будет опускаться на дно ящика. Именно поэтому нужно, чтобы нижняя часть ящика была герметичной. Вместо крышки будет обычное оконное стекло. Оно, конечно же, не жаропрочное и боится высоких температур, но чи-то поделать. Можно, конечно, заморочиться и поставить стекло от какой-нибудь духовки, но и так сойдет. Чтобы защитить дно ящика от попадания всяких расплавленных капель и от прогорания желательно кинуть туда стальной лист. Температура внутри будет немалая, так что дополнительные меры предосторожности точно не помешают. Кстати, как вам моя новая болгарка Denzel? Мощность 2600 ватт. Благодаря электронному плавному пуску болгарка включается без рывков и не нагружает сеть пусковыми токами. А также имеет качественную пылезащиту двигателя, которая не дает пыли проникнуть к подшипнику, это увеличивает ресурс подшипника и всей машины в целом. Такой болгаркой можно смело резать не только металл, но также бетон и кирпичи. Боковую рукоятку для удобства работы можно установить в трех разных положениях, а защитный кожух фиксируется без ключа и инструментов. Теперь не нужно искать отвертку каждый раз, когда требуется поменять положение кожуха, все делается одним движением. Если понадобится заменить угольные щетки, то это совсем не сложно. К ним легко можно добраться, не разбирая всю болгарку, и, кстати, запасные щетки уже идут в комплекте. Для простой и быстрой замены диска тут имеется кнопка блокировки. Длинный трехметровый кабель питания увеличивает рабочую зону и позволяет зачастую обойтись даже без удлинителей. Все инструменты Denzel проходят тщательную проверку при сборке, а также тестирование на ресурс. И что самое главное, на болгарку дают три года гарантии, так что этому бренду можно доверять. Ссылку на болгарку и другие инструменты Denzel я оставлю в описании под этим видео. Ну что ж, ящик с крышкой вроде готов, осталась пара штрихов. Во-первых, нужно закрепить сварочные краги, без них работать будет просто невозможно. Как всегда, на помощь приходит сантехника. Пластиковая 110 труба плотно прижимает перчатки к краям отверстия, и получается более-менее герметично. Вот теперь-то я могу смело просунуть свои манипуляторы внутрь защитного бокса. Сбоку внизу ящика креплю штуцер, через который будет подаваться аргон внутрь бокса. Ну а теперь самое главное. Провода от сварочного аппарата. Один провод рядом с правой рукой, а второй рядом с левой. Плавить металл буду электрической дугой от угольных электродов, они не дают шлака и хорошо подойдут для плавки. На шамотные кирпичи кладу несколько кусков зашлакованного хрома, закрываю ящик стеклом и подаю аргон. При небольшом давлении продуваю ящик в течение 5 минут, чтобы из него вытеснился весь воздух. В данный момент я пробую плавить металл током в 100 ампер. Дуга имеет температуру примерно 7 тысяч градусов. Этого достаточно не только, чтобы расплавить хром, но и чтобы заставить его закипеть, ведь металлы могут кипеть и испаряться так же, как и вода, только при более высокой температуре. Под действием такой температуры плавится не только металл, но и кирпич, на котором лежат куски хрома. После переплавки шлак оказывается наверху, потому что он более легкий, а хром тонет на дно сварочной ванны и образует один большой слиток. Таким образом я переплавил весь хром в несколько отдельных слитков. Вот на этом слитке хорошо виден зеленый налет. Это оксид хрома, который появился из-за того, что я быстро поднял стекло и на раскаленный хром попал воздух. Так что без аргона при плавке хрома никак не обойтись. Так как это самый твердый металл на земле, то почему же из него не делают ножи? Попробую выплавить из хрома нож, может все-таки со второй попытки у меня это получится. В куске легковесного шамотного кирпича делаю углубление в форме ножа. Тут есть и широкие участки, и узкие, получится ли вообще сплавить весь хром в слиток такой формы. Закидываю в форму сразу все куски хрома, которые я наплавил до этого. Я не буду пытаться переплавлять весь хром за один заход. Вместо этого буду потихоньку перемещаться и переплавлять сантиметр за сантиметром. Получится что-то вроде зонной плавки. Такой метод можно использовать не только для плавки хрома, так же можно переплавлять сталь, бронзу, серебро, вольфрам, ну и кучу всего другого. Только вот для стали нужно будет скорее всего использовать какой-то защитный флюс, чтоб не перенасытить сталь углеродом и не получить чугун вместо стали. Так как мне сейчас нужно переплавить больше объем хрома, то и ток я выставил побольше, в 150 ампер, чтоб температура была пободрее. Ну и вот момент истины. Получилось ли сделать единый слиток? Офигеть, получилось сделать слиток в форме ножа из чистого хрома. Правда есть небольшие недоливы в некоторых местах, но основная масса металла переплавилась и готова к дальнейшей обработке. Ну правда до нее не дошло. Я уронил нож на пол и он просто разбился как стеклянный на три части. Значит изделия из чистого хрома не делают, потому что они настолько хрупкие, что в это даже сложно поверить. Металл разбивается как обычное стекло. Давайте посмотрим, можно ли его распилить болгаркой. Болгарка срезает очень мелкие куски хрома, которые тут же сгорают на воздухе. Искры от хрома похожи на бенгальский огонь, но они очень мелкие и имеют слегка оранжевый цвет. Если попробовать точить слиток хрома плашмя, то искры вообще почти нету. Ну в целом металл обрабатывается более-менее хорошо, но давайте теперь проверим его хваленую твердость с помощью алмазного конуса. Такие конусы используют в промышленных твердомерах, чтобы определять твердость пара Квеллу. На конце этого конуса установлен синтетический алмаз, заточенный под углом в 120 градусов. Если на этот конус приложить усилие в 150 килограмм силы, то он оставит отпечаток на проверяемом образце. И измерив диаметр отпечатка и сравнив его с другими образцами, мы сможем понять, какова твердость хрома и с чем ее можно сопоставить. Я сделал 4 отпечатка, на вид они все одинаковые, значит твердость однородна и результат можно будет считать правдивым. На макроснимке видно, что отпечаток имеет диаметр примерно 0,66 мм. Это относительно большой отпечаток. Примерно такой же отпечаток можно увидеть на стали, из которой сделаны пассатижи в районе шарнира. Не слишком твердая и не слишком хрупкая сталь. Твердость хрома получается в районе 45 единиц по Роквеллу, хотя в интернете вы можете найти просто фантастические данные, что хром чуть ли не тверже карбида вольфрама. Кстати, вот такие отпечатки остаются на карбиде вольфрама, из которого сделан советский токарный резец. Думаю, разница в твердости просто очевидна. Так что попытки сделать нож из самого твердого металла на земле, я пожалуй оставлю, а вот защитный бокс для работы в аргоне я сохраню для следующих экспериментов. На сегодня у меня все, вы смотрели Огненное ТВ. До новых встреч, товарищи пироманы и экспериментаторы. Пока!